Возвращение отряда «Высота» выдалось по-особому теплым, ведь так далеко от дома многие ребята еще не ездили. Две недели в далекой Карелии прошли результативно. Впервые в своей истории отряду «Высота» удалось поднять останки 11 сибирских солдат. Там шла операция «Петля», и эти солдаты были либо десантом, либо разведкой, их покосило пулеметным огнем. То есть при них личных вещей не было обнаружено никаких, потому что они должны были сдавать эти личные вещи перед тем, как пойти на операцию. К сожалению, по этой причине определить, кем были воины, вряд ли удастся. Со всеми боевыми почестями их останки в сентябре захоронят в братской могиле села Ледмозера, недалеко от места самого боя. В этом году наши поисковики работали в 50 километрах от места, где сложил головы сибирский батальон. С погодой, говорят, повезло, а вот с местностью не очень. Работать приходилось в болотах, где очень сложно, там надо было откачивать воду, копать глубокие ямы. Ну и в психологическом плане это очень тяжело. Каждый день поднимали по несколько бойцов, хоть и сильно уставали, но все же поднимали. С металлодетекторами ребята прошли не один километр. Удалось отвоевать у земли вот эти личные вещи солдат. Самодельное зеркальце, трофейная финская кружка, карандаш, фрагмент медальона. Находки теперь будут храниться в музее 129-го лицея, как напоминание о бессмертном подвиге наших солдат. В поездке для отряда «Высота» многое было впервые. Впервые подняли так много, впервые поездку оплатила городская администрация. Кстати, мэрия возлагает на поисковиков большие надежды. Мы нашли финансирование и запускаем с этого года большой, скажем так, образовательно-научный проект патриотического направления. Это создание материально-технической базы, создание музея. Я еще раз говорю, это большой комплекс мероприятий, нацеленный не на один год. Это на ближайшую пятилетку у нас уже все расписано. Для поисковиков создание в Барнауле ресурсного центра патриотического воспитания новость хорошая. Это значит, они продолжат участвовать в вахтах памяти. Более того, получат возможность выступить в роли педагогов. Будут рассказывать школьникам и студентам Сибирского федерального округа о своем поисковом опыте. Алексей Янкин, Александр Антропов, информационный канал «Город». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!